Так, сегодня сяду поиграю в КС, надеюсь, одной баночки и эргосика мне хватит. Так, сегодня буду перепроходить Need for Speed Underground, надеюсь, двух баночек мне должно хватить. Время уже почти вечер, ну тогда пойду в Майнкрафт. Что у меня там сегодня? Откуда у меня, блин, столько пустых банок? А, это ж у меня всё специально для моей рубрики Energy Test. Ну а сейчас, хей, ребят, всем привет, с вами я, Майк Вином, и это канал Pixel, и это 86-й выпуск Energy Test. Погнали! И как я уже и сказал, сегодня у нас 86-й выпуск Energy Test, в котором проверим Engine Energy. Также D12 Mojito. Этот польский энергетик несколько выпусков назад был у нас уже на обзоре, поэтому некоторые критерии мы с вами по-быстрому так прогоним. Но для начала давайте всё-таки вспомним, по каким критериям мы оцениваем данный энергетик. Да, но ещё перед этим давайте с вами вспомним, что в описании вы можете выиграть 50 рублей. Вообще-то всё, что вам нужно сделать, это за неделю набрать на этом видео 100 просмотров, 10 лайков, 10 комментариев от разных пользователей, и в комментариях написать то, что я вам сейчас скажу. В этот раз давайте напишем в комментариях то, какой энергетик вы чаще всего встречаете у людей на улице. Я раньше даже не знал бы, что ответить на этот вопрос, но сейчас я точно уверен, что это Powered. Какие результаты будут у вас, пишите в комментариях, я обязательно с удовольствием почитаю, потому что, ну действительно, во-первых, мне интересно, во-вторых, я поднимал хоть как-то актив, а в-третьих, вы можете выиграть денюжку. Ну, а теперь вспоминаем критерии. Всего есть три типа критериев, и к первому типу относятся реклама дизайн-цена и удобство данного энергетика. Ко второму типу критериев относятся цвет, запах, газированность и застав. Ну и третий, самый важный тип критериев, это вкус и энергетичность. И начинаем мы, как всегда, с того, что находится по первой ссылочке в описании. Ребят, если вы поддержите канал донатом даже от минимальной суммы, я уже буду вам бесконечно благодарен, потому что это огромная финансовая поддержка для меня, так как даже на самые дешёвые выпуски мне приходится тратиться. А мы переходим к обзору. Итак, продержимся по-быстрому. Есть официальный сайт, но, к сожалению, или ещё как-то, он делит его со своим братским энергетиком, а именно с энергетиком Black Energy, который был у нас в прошлом выпуске. Также есть YouTube, и указано, что Facebook, но Facebook я даже не знаю, он там на сайте есть, но я на него ещё не переходил, потому что у меня просто ведёт куда-то в другое место ссылка. А также та реклама, которая, возможно, не очень популярна у нас в России, но во всём мире, и для меня это всё-таки является рекламой. Это реклама с автогонщиками. Да, пускай конкретно этой банки гонщика нету никакого, но вообще, да, гонщики рекламируют этот энергетик. Но с одной поправкой, в Польше, а мы живём в России, и для России всё-таки все эти критерии складываются, конечно, но оценка у нас 4 молнии из 10 за рекламу. Далее идёт самый крутой критерий, это дизайн. Я уже привык к карбоновой текстурке, но это синенькая карбоновая текстурка, она идеально подходит к моим волосам, чего что сказать, поэтому я буду любить этот энергетик всем сердцем и всей душой. Также минималистичный, но как-то по гонщему расположенный текст. И ещё раз отскажу, просто приятная карбоновая текстурка, расположенная по всей баночке. И если говорить серьёзным языком, то действительно, ребят, данный энергетик позиционирует себя как энергетик для гонщиков, подтвержденный тем, кто его рекламирует. И дизайн у нас соответствующий, то есть карбоновая текстурка в основном у нас сейчас ассоциируется с тем, что машиной обличают с помощью карбона. Поэтому я думаю, что, в принципе, приклести сюда это можно. Плюс даже написано это всё ровно так же, как это пишут вот эти вот билборды или как они называются, когда идут автогонки. Поэтому тут определённый плюс. И в итоге этот энергетик за дизайн получает у меня точно так же, как и в прошлый раз, но в этот раз без эклама от гонщика. 8 молний из 10. Далее идёт цена энергетика, и я купил его в ленте за 63 рубля. Опять-таки повторюсь, что в ленте цена по их карте, она сильно отличается, поэтому по скидке он будет стоить намного дешевле, но мы берём цену без скидок. Минимальная сумма 63 рубля, максимальное, что я находил, 81 рубль. Таким образом, у нас есть ценовый диапазон, который имеет вот такие границы. 63-81 рубль. Логично? Логично. Далее тоже кратенькое удобство этого энергетика. Только один виттарый, это алюминиевая банка, объёмом 250 мл. Удобно, безусловно, мне нравится. Но один виттарый, даже не самый удобный объём, но один виттарый. 4 молний из 10 за удобство. Далее с вами побазарим немножечко за состав. И так как это у нас вкус мохито, то я ожидаю во вкусе мохито. Я это говорю здесь, потому что сейчас читаем состав, и тут должны быть все вкусы ароматизаторы. Итак, поехали. Вода 5-4, сахар, глинат, аэропрессивно, слимонокислот, стратанат, антрит, аулин. 350 мг. с помидором, ароматизаторы, коктейн, 30 мг. с помидором, петамина, кремец, неоценка, но термонокислот, аэропрессивно, коксидер, аэропрессивно, коксидер, брибантовый, губой, рипофлодин, пастеризованный продукт. П-п-п-п-п-п. Дальше у нас ещё что? Энергетическая ценность или калорийность. 197 кг энергии или 46 ккал, углеводов вместе с сахарами 11 грамм. Тут ни слова про вкус ароматизаторов. Тут написано просто ароматизаторы, окей. Зато как красители расписывают, так у нас тут бриллиантовый голубой, рибофлавин, да, хорошо. Что вы там кладете в красители, окей, я понимаю, это надо указать, потому что там некоторые влияют на внимание, некоторые запрещены в некоторых странах, окей. Ну, ароматизатор, ну, укажите, какой вы там кладете. Просто вкус ароматическая, основа, мохито, я уже буду понимать. Или там некоторые делают лайм, сейчас вкус ароматизатор, лайм и мята, по-моему, я видел у кого-то. Ну, просто у лимонада. Ну, окей, не за этим бомбить. Насчет состава, ничего необычного тут нету, что встречается впервые или просто очень редко. А насчет сахара, ну, среднее его количество. Интересно, сейчас начнется, когда я открою этот энергетик. Но перед этим, этой рубрики уже давненько у нас не было, но все-таки я решил ее вернуть. А именно, краткий обзор от моего брата. Прямо сейчас вас ждет краткий обзор от моего брата с важными критериями про энергетик Black Monster Energy Drink. Итак, прошу, в кадр, в кадр, в кадр. Ну, и пока мы немножко отвлеклись, я знаю, что обзор все равно полусы короткий. Зацените. Хутор дадо новая баночка. Я знаю, что это видео выйдет. Не обязательно мне прям. Я знаю, что это видео выйдет, хрен пойми, когда. Вот, смотрите. Но сейчас это новая баночка, она стала более... Она пухлая, и она будет основная. Она стала более пухлой. Итак, удальше. Вот он, данный энергетик Black Monster. Мы сделаем сейчас краткий обзор, а именно, какие критерии у нас будут. Это цвет, запах, газированность, и вкус, и энергетичность. Во. Уже чувствуется хороший запах. Подготовленный стаканчик, прикольно. Запах прям вот, мне напоминает не что-то прям сладкое, а напоминает, наоборот, типа, как что-то кислое. И немножко запах даже Барбариса такого идет. Я не знаю, какого раньше от Монстра, ну, честно, не чувствовал. Гизированность у нас высокая, хорошая. Вот, цвет напоминает что-то лимонад, что ли, такой же. Ну, давайте попробуем. В общем-то, ребят, Монстр, вот, честно, мне он давно нравится, потому что он прям вот, вот, явно вот, прям, вкус Барбариса. И он прям, моему брату сказали, что он слишком сладкий. Да он, нет, он не слишком сладкий, он просто... Присторный, ну, нет, он слишком карамельный. Ну, что, типа, ну, ему кажется, не знаю, мне энергетик, как энергетик. Сладкий, кислый, соленый, горький, острый, мне без разницы. Главное, чтобы был вкусный и была, чтобы энергетичность была большая. По сладости он достаточно высокий. Кислоте присутствует небольшая, но она почти не чувствуется. Вот, в основном, только сладость. Горечь, кстати, от жжёного сахара никакого нету, или сахарозаменителя, я не знаю, что там. В общем-то, какой-то горечь, типа, вот таких вот сахарозаменителей, жжёного сахара нету. Вкус, вкус, энергетик, эээ, достаточно хороший по вкусу. Вот, ээ, энергетичный вот, проверим. Вот, ждите буквально через Секунду По щелчку пальца будет За вкус десяточка Ну, тут, ну, стопудов десяточка В общем-то, ребят, я проверил энергетичность Данного энергетика, а именно монстра И я вам скажу то, что мне эта энергетичность Очень понравилась, потому что я ставлю 10 молний из 10 Вот, поэтому Ребят, всем советую этот энергетик Это во-первых, во-вторых Я продержался, если не ошибаюсь До полчетвертого Где-то вот так вот Потом мне стало скучно, я пошел лично к кровати Потом уже исхода времени не было Ну, я и заснул А так бы я, думаю, продержался бы больше Так что, всем советую этот энергетик Это был краткий обзор на энергетик Black Monster Energy Drink Спасибо, можешь А теперь переходим к главному, к тому Зачем вы кликнули, собственно говоря, на превьюшку Этого видеоролика Engine Energy V12 Мохито Я, честно, я клянусь, я жду мохито Потому что У нас был уже один Нет, два, по-моему, у нас было мохито Честно, по-моему, это пах Короче, запах Ну, пахнет, я скажу Как классический лимонад мохито То есть, по-любому, каждый из вас покупал вот этот вот покупной в банках Может быть, это чаковский Или еще какой-то мохито И вот он пахнет Ровно так же Они все пахнут, в принципе, одинаково Кроме совсем дешевых Там прям чувствуется вот этот дешевый ароматизатор Вернее, не дешевый ароматизатор А что-то намешено В общем, неприятно Итак, цвет и газированность Ооо, цвет прям кислотно-желто-зеленый По запаху Ну, так, кстати Вот если представлять мохито как лайм и мята То здесь даже ароматизатор немножко так вот развивается И он более такой сладко-цитрусовый становится Вот именно кислый цитрус В общем, пробуем вкус Это просто очень вкусный мохито Я часто на обзорах вижу, что Ну, допустим, возьмем вот вкус ягодный Условно Пусть будет мохито На сегодня мохито, пусть будет мохито Вот кто-то выкладывает обзор Говорит, вкус мохито Вообще не похожий на энергетик Так потому что ты взял энергетик со вкусом мохито Нет, я понимаю Есть иногда энергетика, когда смешивают Классический вкус энергетика с чем-то Например, классика плюс барбарис Классика плюс клюква Классика плюс апельсин Но иногда Вернее, чаще всего Если указан вкус какой-то То этот вкус и будет бить Тут, вот я сейчас попробовал Даже некоторые обычные лимонады мохито Не такие вкусные, как этот энергетик Я не знаю, как так получается У нас появляется Просто некоторые сиропы В основном сделаны на основе Вот каких-либо цитрусовых На основе мяты И это вот вместе складывается Это такой Че, а нет, не показалось Ну, создается вот на секунду Такое впечатление Из минусов, что стоит выделить Даже не минус Но такая особенность Которая, скорее всего Многим не понравится Все-таки, если брать Опять-таки Разбить это все на составляющие То тут по факту Должен присутствовать Лайм То есть Горький цитрус Кислогорький Сейчас Горько-кислый Цитрус И мята То есть Трава И в итоге Это дает небольшую Такую горчинку Не та трава И по итогу Ну, мы получаем Такой небольшой Маленький Небольшой Маленький Минус Который Ну, окей Он как-то влияет Но все-таки Я хочу поставить Этому энергетику За вкус 9 молний Из 10 Действительно Вкус мохито Которого я больше Нигде, скорее всего В энергосах Не попробую Сегодня у нас Ночной метод Исследования Этого энергетика Но дело в том Что энергичность Этого энергетика Я уже знаю Поэтому сегодня Будет такое небольшое Поставление И когда я скажу Вам о энергетичности Я вам также скажу Как он ведет себя С некоторыми снеками Потому что сегодня Мы посидим Похрустим Поиграем Но в принципе Сейчас я ухожу на паузу И вернусь Когда я вам скажу Про энергетичность Итак, дорогие друзья Пришло время Подвести итоги Энергетичности Энергетика Engine Energy Как я уже говорил Это второй раз Когда я пробовал Этот энергетик И так как Энергетический состав У него схож С предыдущим вкусом То этот энергетик Я брал в совокупности С другим энергетиком На этот раз Я сидел с Торнадо Шторм Взял я его только Из-за того Что я увидел То, что у них Новая форма баночки Она стала Чуть меньше Более пухлой Но не про это Сейчас речь Дело в том Что я часто это делаю И называю это так Берем либо два Средних энергетика Либо один мощный Один слабенький энергетик И проверяем их Вот в таком ключе Чтобы чуть больше Было радости Посидеть Этой ночью За игрой Или за аниме За фильмом В общем, что такое И несмотря на то Что уже в пол третьего Я чуть ли не засыпал По-настоящему уснул Я ближе под утро Уже расцвело Уже было время Далеко за шесть И скажу Это было забавно Потому что два энергетика Вроде как Среднего действия Итог получился Просто суперский Редко когда такое бывает Даже если взять Не знаю Ну допустим Я вот проверял Дранго и Флэш Горилку и Драйми Вместе я их проверял И даже с ними Такого эффекта не было А тут Вау В общем Она все равно Энергетичность У него этого энергетика Точно такая же Семь молний Из десяти Я думаю Все-таки стоит Немножечко больше повторить Что было в прошлом В прошлой части Не было никакого Бума энергии Да Я досидел Вроде как Треть ночи Но С чувством усталости Отсюда Вот эта вот оценка И выходит Если говорить В совокупности Всех факторов Подвести итог такой То что можно сказать Энергетик Со вкусом мохито Который действительно Просто очень вкусный По энергетичности Более-менее Но вот я говорю Если вы не боитесь Выпить больше Одной банки За раз То этот энергетик Может даже Показать себя Еще лучше В принципе на этом все Если вам понравился Видеоролик То поставьте Большой палец Вверх Подпишитесь на канал А с вами был я Майк Феном Всем удачной встречи Пока Субтитры сделал DimaTorzok